Передо мной Святослав Игоревич. И вот хоть убей, я не могу понять, он тюрок или украинец. Чуб у него украинский, так? Усы. Не знаю. Черты лица. Можно сказать, половец, правильно? Доспехи. Ну, обувь. Я не знаю. Вот у меня подписчики есть из Казахстана, есть из Украины. Вот я не могу понять. Ну, я понимаю, что, конечно, это современная композиция, но тем не менее, на кого он похож? Короче, между 920 и 942, я считаю, это было огромное смешение крови, потому что они все время друг друга завоевывали. Князь Киевский. Рюрикович. Ну, вот Рюриковичи, вот они были такие, наполовину половцы, наполовину русские. Русские с одной буквы «С». Кстати, вот написано «Ольга в крещении Елены». Это его мать, Хельга. Древнерусская княгиня, так вот смотрите, родилась она в Пскове, Киевской Руси. Я нашла еще такое изображение. Вы посмотрите, получается у него вышиванка, серьга, чуб, представляете, и даже лапти. Я не знаю, что он в весла держит или что. Короче, смотрите, сейчас вы офигеете. Умеренного роста, с длинными волосами над верхней губой. Голова совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос. Признак знатности рода. Крепкий затылок, широкая грудь. В одно ухо у него где-то золотая серьга. Она была украшена карбункулом, обрамленными двумя жемчужинами. Отличалась от одежды его приближенных только заметной чистотой. Впоследствии длинные усы и чуб будут украшать головы запорожских казаков. Так вопрос, россияне. Хоть один из ваших, может быть, у вас так Путин выглядит? Если вы считаете себя наследниками Киевской Руси, то кто у вас на России так? А, Соловьев, да?